Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Центр Сангейт, интернет-портал Центр Сангейт продолжает свою программу. Только что прошла программа у нас с духовным мастером Ольга Викторовна. Интересная программа. И тема была, кстати, очень похожая. А сейчас у нас на связи Нью-Йорк. Но человек, с которым мы уже ведем давно программы на радиоцентре Сангейтс уже несколько лет, это Василий Тушкин, филолог, магистр философии, путешественник и знаток в ВЕД, знаток восточной философии. И уже более 35 лет путешествует и в Индию, и занимается изучением и популяризацией ведических знаний. Василий Тушкин, духовное имя Враджендра Кумар, это тема о триединстве человека. То есть мы, это по-английски, это body, mind, spirit, по-русски тело, дух, душа. Здравствуйте, Враджендра Кумар, рад приветствовать на нашем континенте. Добрый день, здравствуйте. Да, ну я хотел объявить нашим радиослушателям, те, кто может быть еще не знают, на самом деле это путешествие, это турне, можно так сказать, у нас на нашей континенте, и Враджендра Кумар первый раз находится у нас в Соединенных Штатах, и вот сегодня он находится в Нью-Йорке, потом будет в Лос-Анджелесе, потом будет в Чикаго. Как трактует Веда, скажите, вот это триединство человека, с чего начинать, как продвигаться по пути духовного совершенства, что, в общем-то, первично и вторично, как у нас учили там где-то когда-то в бывшем Советском Союзе, материя и сознание и так далее. Да, это очень важный вопрос, потому что до тех пор, пока мы не разберемся, кто мы такие, из чего мы состоим, что мы из себя представляем, что первично, что вторично, довольно трудно будет определиться со своей жизнью. Как говорится, сначала нужно понять, что я, потом будет понятно, вернее, кто я, тогда будет понятно, что делать, собственно говоря. Пока не совсем понятно, кто я, или есть какие-то, так сказать, сомнения по поводу того, что первично, что вторично, из этого вытекает, соответственно, и образ жизни. Вот. Итак, вот эти вот три понятия, как это по-английски, body, soul and mind, да, или по-русски, я бы сказал точнее, не дух-душа, потому что дух-душа, это сразу немножко некоторая путаница. В православии, да, есть. Похоже, да. В православии, да, есть. Но точнее будет переводить это тело, ум и душа. И вот, допустим, я, как специалист по ведам, предпочитаю в этом плане пользоваться терминологией именно ведической, потому что она как раз очень точно отражается эти моменты. Вот. Тем более, что санскрит, язык древних вед, он достаточно близок к русскому языку, очень много там общих корней. Вот. Но, вот поскольку это все-таки наука, то в науке есть своя терминология, и поэтому я предпочитаю именно вот таким образом. Итак, допустим, душа на санскрите называется термином джива, или джива-атма. Джива, мы знаем отсюда это слово, жизнь или живой происходит. Итак, джива-это само сознание, я-это, скажем так, неизменный аспект моего я. А вот что касается ум, он называется манос. Вот. И отсюда все эти вот уже мания, мнения, то есть все, что происходит на уровне ума. Это, скажем, такая проекция души на материю, или такой тонкий-тонкий двойник души. И уже внешнее проявление ума, это физическое тело. На санскрите называют его шари-ра. Итак, атма или джива, само живое существо, носитель сознания, потом идет его манос, или ум, тонкое тело, и потом уже физическое тело. Это как вот представьте себе, что вот есть внешняя одежда, допустим, зимой человек одевает какую-то куртку или пальто, а под этим есть какое-то нижнее белье, майка или рубашка. Точно так же и душа покрыта тонкой оболочкой вот этого маноса, ума, и уже грубой оболочкой физического тела. Фактически физическое тело является машиной для осуществления желаний ума. Можно себе представить такую современную аналогию, чтобы было понятно. Допустим, человек сидит за компьютером. Сейчас практически все работают так или иначе с компьютерами. И душа – это пользователь сам по себе, заказчик, который чего-то хочет. Хардвуэр, что называется, железо компьютера, системный блок, монитор и так далее, вся эта начинка, эти жесткие диски и так далее, оперативная память. Это физическое тело. Но если на эту машину, на компьютер не установлена оболочка, у кого там что, у кого Windows, у кого Macintosh, если этой оболочки связующего звена между оператором, то есть юзером, пользователем и самой машиной не будет, машина не будет работать. Если вы купили новый компьютер, но там не установлена операционная оболочка, вы включаете, вот там черный экран или синий экран, работать невозможно. Но когда устанавливается эта операционная система, софт, так называемый, программное обеспечение, вот теперь оператор через эту операционную систему, юзер через операционную систему может воспользоваться возможностями этой машины. Что там в памяти у него хранится на жестком диске, информация, кино, музыка, там что-то еще, какие-то игры, тексты, фотографии, он из этого может что-то уже такое делать, в интернет может ходить. Вот, то есть эта аналогия, она полностью применима в действительности к этим трем нашим элементам структуры, душа, ум и тело. То есть душа это юзер, пользователь, тонкое тело или ум это как раз есть та самая операционная система. И физическое тело со всеми его возможностями это вот внешнее проявление. Итак, душа обладает свойством вечности, а физическое тело наоборот, мы знаем, живет несколько десятков лет, и возникает вопрос, что делать вечной душе в этом временном теле, по какой причине там находится. Если, допустим, любого из нас взять и поместить в какой-то мешок, в котором там кровь, слизь, кости, мышцы и прочие всякие не очень приятные субстанции, мы из этого места попытаемся мгновенно выбраться. Но в действительность наше физическое тело и есть все эти субстанции. Но мы связаны с ним через тонкую оболочку, поэтому мы привязаны к нему. И первым элементом вот этого ума или тонкого тела является так называемое ложное эго или так называемое ложное самоотождествление, самоидентификация. То есть душа путает себя вот с этим физическим телом. Это первый элемент тонкого тела и ума. Второй элемент – это разум, его называют будги. Вот отсюда это индийское имя Будда. Будда, точнее, пробужденный, тот, кто проснулся, который пробуждает нас по утрам. То есть мы каждое утро Буддами становимся, пробуждаемся. Вот и так есть разум, который мыслит, различает, анализирует, выбирает, сомневается. Это основные функции памяти, также функция разума. Есть ум как таковой, такая эмоциональная часть тонкого тела, который, в общем-то, живет эмоциями. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, всевозможные какие-то эмоциональные предпочтения. И вот вместе это тонкое тело, ложное эго, разум и ум, они представляют этот манос, скажем, такой ум в более широком смысле слова. То есть можно сказать, ум в широком смысле слова – это и есть все тонкое тело. Потому что ложное эго и разум, они по большому счету ум-то и обслуживают. Поэтому тонкое тело чаще всего умом и называют в таком широком смысле слова. И слово ум также можно использовать в более узком смысле слова, как некая эмоциональность нашей предпочтения. Хочу, не хочу, нравится, не нравится в таком ключе. Итак, вот эти три структуры. Душа, как сам, так сказать, пользователь или заказчик. Вот теперь вот это тонкое тело, манос, которое связывает меня с машиной физического тела. И теперь это физическое тело вписано в определенную среду материальную. Мы живем на каком-то континенте, в каком-то климате, в какой-то стране, в городе, в какой-то среде, политической, экономической, культурной среде. И через вот эту вот всю среду, какая бы она ни была материальная, мы, собственно говоря, и осуществляем свои внутренние живания души. Поэтому люди строят дома, какие-то там увеселительные заведения, магазины, спортивные площадки и прочие разные вещи, через которые мы свои интеллектуальные и эмоциональные культурные потребности пытаемся как-то реализовать. Но сам пользователь, само живое существо, душа внутри, она обладает иной природой. То есть она отличается и от тонкого ума, который покрывает ее, и она также отличается от физического тела. То есть это, опять же, можно сравнить с такими современными проявлениями, как сейчас виртуальные технологии всевозможные. То есть люди одевают какой-то виртуальный шлем или очки, и через этот шлем, через эти очки, они входят в состояние, скажем, какой-то такой виртуальной реальности. Они могут оказаться, допустим, на поле боя, или в какой-то среде природной, в лесу. Такая вот симулированная, ложная реальность. Допустим, я вчера летел как раз из Москвы в Нью-Йорк, и там такой рекламный ролик компании Аэрофлот показывала, как обучают летчиков, что пока еще, скажем, они не на самолетах живых летают, а вот такой тренинговый центр специальный, и там некий такой тренажер. Они садятся, то есть все, он полностью имитирует кабину пилота, и перед ним экран, как будто взлетная полоса, и как он взлетает, потом как он садится, как там нужно маневрировать. То есть этого всего в реальности нет. Он находится в другой ложной реальности, но он в ней отрабатывает навыки, как взлетает нужно, как садиться, как там маневрировать. То есть вот этот материальный мир, в котором мы сейчас находимся, это и есть на самом деле такая изначальная форма виртуальной реальности. Мы думаем, что это мы ее сейчас создали, что мы такие умные, компьютер и так далее, все эти цифровые технологии, и теперь вот нам доступен, есть доступ к этой мнимой или виртуальной реальности. На самом деле люди, в общем-то, ничего нового придумать не могут, потому что они только открывают то, что есть. Это называется открытие. Допустим, если люди открыли что-то, это не обозначает, что они сделали что-то принципиально новое. Они открыли то, что и было до того. И поэтому мы думаем, о, это новое. В действительности мы знаем, что все новое – это хорошо забытое старое. И поэтому мы в своем поиске, в своих открытиях думаем, вот мы новаторы, вот мы первооткрыватели и все прочее. Но, допустим, веды, эти вот древние духовные источники, они говорят нам о том, что люди просто, скажем, или души пытаются имитировать высший дух или Бога, высшее живое существо. И в этом плане вот эти вот все технологии, которые сейчас мы открываем, они уже существуют, мы уже сами живем, мы уже сами находимся внутри этой виртуальной реальности. То есть космос, в котором мы находимся, это и есть виртуальная реальность, мнимая. Почему мнимая? Потому что веды говорят, что сейчас, пока живое существо находится в этом состоянии, внутри этого мира, это то же самое, что находится в состоянии такого вот виртуального погружения или сна. Допустим, есть люди с очень такой хорошей фантазией, и им такие сны прямо снятся, красочные такие, яркие, сочные, насыщенные, и они там долго все это могут потом рассказывать, описывать. И в этом сне они находятся в каком-то пространстве, там слышат какие-то они звуки, видят образ, то есть абсолютно реально. Но когда человек просыпается, куда делось это все пространство сна? Куда делись все эти вещи, которые окружали, человек вам прямо жил в этом всем? Это все просто где-то, оказывается, было внутри его, и он находился внутри своей собственной собой созданной иллюзии, и потом человек просыпается, оп, и нет ничего. Вот точно так же этот материальный мир, согласно описанию вед, является формой такого, скажем, массового гипноза. Чем отличается сон индивидуального человека от тех переживаний, которые мы переживаем коллективно, допустим, как народ, или страна, или человечество в целом. Допустим, сон я вижу только один, другие не имеют доступа к моему сну. Но вот, допустим, когда я говорю, я живу в России, или в Америке, сегодня произошло то-то или то-то, там какие-то события, и мы все это видим, все это слышим. То есть это уже не просто какой-то индивидуальный сон, какой-то индивидуальный кошмар, который кому-то приснился, а другой об этом и ничего не знает. Нет. Вот в этом сила иллюзии, энергии ее называют еще майя, майя шакти, энергия иллюзий, состоит в том, что этот сон видят все. И поэтому в этом едином информационном пространстве мы живем. Допустим, мы все узнали какую-то новость, что-то где-то там произошло, и все это обсуждают, все в курсе. И поскольку эта, скажем, такая информация является коллективным достоянием, никому в голову не приходит, что это может быть сон. Как этот сон может быть коллективный? Но с другой стороны, если люди пришли в кино, и сидят несколько сот человек в кинотеатре, они тоже видят все одну и ту же иллюзию, что там происходит на экране. Там может быть это даже 3D, там 4D, с каким-то там звуком, стерео, квадро и так далее, всякие разные эффекты. И хотя вокруг кинотеатра там другая реальность, на улице там люди ходят, что-то делают, но те, кто добровольно согласились войти в кинотеатр, купили билет, они добровольно соглашаются на 2 часа верить в эту иллюзию, все, что там происходит на экране. Это становится их вот таким коллективным опытом. Они все это переживают, по-разному может быть реагируют, кто плачет, кто смеется, кто как-то нейтрально относится. Точно так же этот материальный мир, это, скажем, такой как виртуальный кинотеатр, который окружает нас всех, из которого так вот просто выход не найдешь. Тут нет такой просто двери с надписью «выход». Для тех, кто хочет проснуться, существует там особая технология духовная, как вот Будда, то есть пробудиться нужно, как мы пробуждаемся от своих снов при помощи будильника. Точно так же есть звуки духовные, которые пробуждают нас от всего этого сна. И по меньшей мере, даже находясь во сне, мы уже начинаем подозревать, что это все, так сказать, не совсем реально, что есть какая-то реальность, более, скажем, такая настоящая. То есть поэтому мы говорим, что материальный мир – это реальность, но относительная. То есть сегодня это правда, а завтра это уже история, завтра уже этого нет. А есть абсолютная истина, то есть вещи, которые не меняются вот так вот стремительно, допустим, да, то есть некая такая более стабильная, более какая-то позитивная, гарантированно позитивная реальность, где нет всяких разных таких неприятностей, где не боятся будущего, не боятся, что же будет и так далее. Так вот, ум – это как раз и есть та самая среда, через которую мы эту виртуальную реальность воспринимаем, потому что если бы не было этой оболочки ума вокруг души, мы бы видели все совершенно иначе. Так вот, поскольку мы хотим видеть вот эти сны, хотим быть в неком, так сказать, вот на некоторой дистанции от абсолютной реальности, хотим находиться вот в этой относительной реальности, для этого и создан вот этот вот виртуальный механизм тонкого тела, или вот майн, что называется, и тело, физическая среда, и среда, в которую тело вписано, потому что тело не может вне среды существовать. Если вы рыбу достанете из воды, она вне своей родной среды существовать не может. Вот точно так же люди, другие живые существа, каждый из них в какой-то своей среде находится, и через эту среду именно живое существо, свои желания реализовывает. Птица летает, рыба плавает, кто-то живет в лесу, кто-то живет в пустыне и так далее, люди живут там на земле. Вот, то есть, та среда, с которой связаны желания живых существ, эту среду мы переживаем, и через нее мы получаем нужные нам впечатления, питание, какое-то знание, какой-то опыт. Вот, и все это, так сказать, через чувство, через ум просачивается внутрь, в душу, и мы говорим, мне понравилось или мне не понравилось, я счастлив, я несчастлив, я хочу того или я хочу сего. То есть, смыслом всей этой крутящейся вокруг нас реальности является некий опыт внутренний. То есть, мы этот опыт получаем, и на основе этого опыта мы делаем какие-то выводы. Я в верном направлении иду, или я в ложном направлении иду, я делаю какие-то, так сказать, выводы. Так вот, ум наш, или вот эта вот, скажем, связующая среда, тонкое тело, среда, которая связывает физическое тело и душу, его еще можно сравнить с тропами. Вот, например, аэростат, воздушный шар, он наполненный каким-то там теплым газом, допустим, гелием, он стремится вверх взлететь. А физически, и его можно сказать, что это душа, символ души, потому что душа, она всегда стремится к какому-то идеалу. То есть, душа все время все идеализирует, она все время какими-то такими идеальными категориями мыслит. Вот, и когда, скажем, наши идеальные мечты натыкаются на такую грубую прозаическую реальность, мы разочаровывались, что это несоответствие некоторое. Но, тем не менее, в этой аналогии про аэростат, душа это вот как сам этот баллон с воздухом, который тянется вверх. Физическое тело, это как вот балласт или корзина с этим песком, с каким-то грузом, который тянет душу вниз. А теперь осталось понять, чем же эта корзина с этим воздушным шаром соединена? С тропами, такими тонкими, но очень прочными стропами, которые, с одной стороны, не позволяют этому шару полностью взлететь, потому что корзина тянет вниз, но, с другой стороны, и не позволяют ему полностью упасть, потому что аэростат все-таки тянет вверх. И вот эти стропы, то, что связывает корзину с самим шаром, это и есть тонкое тело, это и есть ум, связующее такое звено. И именно ум, как такой связующий элемент, он является основой реинкарнации. То есть, концепция реинкарнации, переход из одного тела в другое, он именно связан с умом. То есть, душа, живя в каком-то конкретном теле, выполняет свои желания, но, допустим, желания не все исполнились, какие-то еще хочется, желания какие-то, новые планы. И вот те желания, которые остаются в уме на момент смерти человека, остаточные, то есть, что-то человек, допустим, не успел, что-то он хочет повторить, или какие-то у него другие планы. Вот эти желания, они как семена, семена в тонком теле, они и определяют наше будущее воплощение. То есть, тело физическое, из-за какой-то болезни или несчастного случая, оно все отыскать, остается здесь на земле, его хронит или кремирует. А душа в оболочке тонкого тела, напичканного вот этими семенами желаний, она фактически теперь на основе этих желаний попадает в ту среду, где она получает тело новое, через которое эти желания и смогут осуществиться. То есть, таков механизм реинкарнации. И в этом механизме ум, этот вот mind, он и играет как раз такую связующую ключевую роль. И поэтому мы сами, в общем-то, можем моделировать свое будущее тело, куда мы попадем или какое у нас будет тело, в зависимости от того, насколько наш ум чист или не чист, какие там вот эти вот семена желаний, семена нашей кармы. То есть, карма – это причинно-следственная связь. Мы знаем закон кармы на уровне такой простой формулировки, что посеешь, что и пожнешь. Вот, мы сажаем какие-то определенные семена, а потом они через определенное время дают определенные всходы. Точно так же наше будущее тело, оно является всходами, то есть, плодами семян, посаженных раньше. То есть, семена наших желаний, плюс заслуги определенные, мало желать, нужно еще быть достойным своих желаний, они вместе комбинируют этот вот эффект. То есть, допустим, человек хочет купить машину, ну, такое желание. Но его желание может быть ограничено его возможностями. Вот, из-за зависимости от того, сколько у него есть денег, он может купить машину простенькую, или какую-то очень дорогую, или какого-то среднего класса. То есть, его желание реализуется при помощи возможностей. Вот, и вот как раз то многообразие тел, которое мы видим вокруг нас. Разные люди разных национальностей, разных уровней развития, более цивилизованных, менее цивилизованных, разные животные, разные растения. Это все как раз и есть воплощение различных желаний и заслуг живых существ. То есть, тот, кто не умел пользоваться своей свободой, его лишили на время этой свободы, как, допустим, человек, который ведет себя неадекватно, очень агрессивно, приезжает какая-то скорая помощь, там, санитары его связывают, смирительную рубашку на него, и в этот, так сказать, в госпиталь для, так сказать, душевнобольных, да, чтобы он тут все не разбил, никого не покалечил, его сковывают, да. И все, он там мучит, извивается, но у него пока как бы приступ такой буйного помешательства не прошел, он в таком состоянии находится. Вот, а потом немножко он успокоился, ему дают больше уже свободы. Точно так же, когда мы видим, стоят деревья, какие-то растения, это живые существа скованные, связанные, то есть, они не могут дерево, не могут никуда побежать, ничего не может там сделать плохого и так далее. Вот, то есть, это живые существа, которые потеряли на время свободу передвижений, свободу действий, свободу мыслей, как в таких смирительных рубашках они находятся. Но, тем не менее, так сказать, высшая воля, верховный Господь, он даже их использует с какой-то пользой. Поэтому эти деревья, растения могут давать нам цветы, плоды, там, какими-то лечебными свойствами могут обладать. То есть, получается так, что они на таких исправительных работах, что называется, от них вреда никакого, они не могут сделать ничего плохого, но наоборот, так сказать, их используют на общественно полезном труде, чтобы они давали нам какие-то такие вот вещи. То есть, вот эти вот различные формы жизни, которые мы наблюдаем, они являются плодом определенных желаний и определенных заслуг. Бывает так, что даже живое существо может получить какое-то тело, не желая его получить, но это единственное, чего оно заслуживает. Поэтому вот его как-то ограничивает на некоторое время. Вот если желания какие-то не очень хорошие, людей могут поместить в тюрьму, или вот этот, опять же, этот госпиталь для душевнобольных. То есть, это все следствие определенного нашей деятельности. Поэтому, раз уж ум является таким центральным, связующим звеном между душой, самим этим юзером, пользователем и физическим телом, вот этим воплощением уже наших желаний, поэтому деятельность на уровне ума является столь важной. И потому любая духовная практика, дисциплина, она предлагает нам вот эту деятельность ума определенным образом как-то поставить в рамки культур, или как-то ограничить, или, допустим, принять какую-то практику очистительную, которая, скажем так, негатив, который есть в нашем уме, постепенно, так сказать, очищает. И, наоборот, позитивов заполняет. Ну, допустим, как вот человек может отравиться, что-то съел у него очень хорошее, и у него отравление, ему промывают организм, все там, чтобы все токсины вышли, и после этого, наоборот, ему там какие-то витамины, что-то укрепляющее дают. Вот точно так же, как наше физическое тело, можно отравить, а можно очистить, и сделать его крепче. Скажем, такая субстанция материальная, только очень тонкая. Так вот, например, вы на компьютере можете понаставить себе ну, разных программ, которые будут, ну, чем-то вам служить, а могут попасть туда вирусы, и эти вирусы, они будут препятствовать. Вот, то есть, так же и ум наш, он должен, можно его сделать, так сказать, инфицированным, да, насмотревшись, наслушавшись всяких разных таких деструктивных, разрушительных, агрессивных, негативных вещей, и человек будет носителем вот этих вот всех каких-то безумных эмоций, безумных идей, или наоборот, скажем, можно провести некую такую детоксикацию ума, его очищения, вот, чтобы вся вот эта вот грязь, всякие там низменные какие-то эмоции, мысли, чтобы они ушли из ума, и наоборот, запитать его чем-то таким вот позитивным, что больше соответствует природе души, и что, скажем, в следующей жизни даст нам более высокое положение. Вот в этом, собственно говоря, и состоит ответственность человека найти позитивные эмоции, найти позитивную информацию, которая бы соответствовала природе самой души. Вот, и тогда, скажем, действуя таким вот образом, с позитивным умонастроением, с позитивным пониманием, имея какую-то духовную возвышенную цель, в зависимости уже от верования человека, потому что в духовной жизни там тоже есть определенное разнообразие, вот, уже человек принимает некий образ жизни, который помогает ему очистить ум и меняется качество его жизни. Он получает уже какое-то внутреннее удовлетворение, независимо от того, что у него есть во внешнем плане. Вот это довольно важный для понимания момент, потому что большинство людей думает так, что мое счастье зависит от того, что я имею во внешней среде. Допустим, если у меня есть дом, машина, достаточное количество денег, какие-то связи, хорошая семья, с домом в материальном плане, успешны полностью, у них тоже бывает определенный кризис цели. То есть, они говорят, ну и что, допустим, достиг я всего этого, а дальше что? То есть, если у них нет ничего более высокого. Вот, поэтому, если мы думаем, что наша часть зависит целиком и полностью от вот таких вот внешних вещей, то это ошибка. Так вот, и как раз духовная культура, она позволяет человеку, скажем так, получать счастье из других внутренних источников, ресурсов, и это счастье совершенно иной природы. Оно уже не зависит от внешнего благосостояния человека. То есть, никто не против того, чтобы у него было все хорошо в материальном плане, но мы должны понимать одну такую вещь, что как бы не была идеальна или успешна внешняя ситуация, она вся находится в потоке времени. А время это такая сила, которая все рождает, какое-то время поддерживает, а потом нравится нам, не нравится, поглощает, разрушает все эти вещи. Поэтому, если, скажем, мы сделали стопроцентную ставку на свое счастье из внешней среды, что дом, машина, здоровье, деньги, какое-то благополучие и так далее, то мы должны знать, что время будет через силу времени все наши достояния постепенно забирать. Здоровье будет забирать, каких-то родственников, какие-то ресурсы, возможности, потому что вокруг нас постоянно меняется политическая ситуация, экономическая, культурная и прочее. И все это, скажем так, подвергает опасности наше внешнее счастье, если мы целиком и полностью сделали ставку именно на него. Но, если мы благодаря духовной культуре поняли, что внутри нас есть некий ресурс, что само стремление к счастью, оно исходит изнутри. Вот это очень интересный момент. В ведах есть довольно интересное сравнение, аналогия, которая помогает понять этот тонкий момент. Там говорится, что есть такие олени, мускусный олень, у него такая железа есть на животе, на брюшке, которая вырабатывает мускус, такой очень интенсивный аромат. И из него потом как раз делаются эти косметики мускусные и так далее, какие-то эссенции. Но смысл в том, что олень, он слышит запах этого мускуса, который выделяется из него же самого, и не понимает, откуда он идет, он эту железу не видит. И он блуждает по лесу в поисках вот этого источника запаха привлекательного, не понимая, что этот запах производится им самим изнутри. И вот по этой аналогии веды говорят, что точно так же само наше стремление, то есть почему-то искать то, чего вы не теряли. Невозможно искать то, что мы не теряли. Если мы это ищем, обозначает, что это у нас было. Мы это просто потеряли. И не просто потеряли в какой-то внешней среде, а мы потеряли понимание, что это все находится внутри нас. Так вот, если мы при помощи духовного знания нашли сам источник счастья, что он в действительности находится внутри, и стали заниматься определенной духовной практикой, которая очищает ум, то это как раз и позволяет нам быть всегда в контакте с этим внутренним источником счастья. И в этом смысле уже вот это вот, скажем, внешние все такие вещи, атрибуты, они могут быть или их может не быть, их может быть больше или меньше, это не играет такой ключевой роли, потому что живое существо, душа такая с таким пониманием, она всегда находится в контакте с этим источником счастья. Вот, и в этом смысле люди становятся такими независимыми внутренним. Это примерно из той же области, как, предположим, люди из стран первого мира, из таких экономически более-менее успешных, из Европы, из Америки, приезжают куда-нибудь в Индию, ищут в Гималайя какого-то йога, который сидит вообще в одной набедренной повязке, но он счастливый, у него ничего нет, ни денег, ни дома, никаких страховок социальных, пакетов, ничего этого нет, но он счастливый, и вот люди приезжают из страны первого мира в страну третьего мира с экономической точки зрения, находят этого человека и говорят, расскажи нам о своем счастье, откуда ты его взял, это счастье, вот выясняется, что человек просто действовал в другом направлении, то есть западный мир, он в основном действует в сфере внешних достижений, внешних ресурсов, мы осваиваем эти все внешние, добываем полезные ископаемые, нефть, то и все такое, у нас сложная цивилизация, очень навороченная, чуть-чуть там где-то какие-то изменения на каком-нибудь рынке акций и так далее, и все там, крах экономики уже, все очень сложно, хотя в природе ничего не произошло, воздух есть, вода есть, пища есть, ресурсы есть, все есть, люди говорят, о, у нас сейчас кризис, потому что искусственная цивилизация, все искусственное, поэтому малейшие какие-то изменения в этих искусственных структурах все в кризисе находятся, но если человек живет более естественной средой, в гармонии с природой, в гармонии с Богом, в гармонии с самим собой, все тонкое тело и душа находятся в гармонии, в таком естестве, тогда человек является достаточно цельной личностью, у него нет противоречий между внутренними желаниями и внешними возможностями, допустим, как современный человек живет, чего-то у него предположим нету, но хочется, им общество говорит, ну хорошо, у тебя нет, но хочется, иди возьми кредит в банке и все, ты будешь иметь сразу эту квартиру или машину, но потом будешь с годами выплачивать допустим все эти свои кредиты и так далее, то есть человеку предлагается так, не то, что ты приведи свои желания в соответствии с возможностями, нет-нет, если ты чего-то там не можешь, но хочешь, ничего страшного, и так люди попадают в некое такое рабство, попадают в такие уже долговые обязательства, но духовная культура это как раз то, что освобождает человека из этого рабства, это то, что помогает человеку уметь соотносить свои желания со своими возможностями, вот более того, кроме вот всех тех благ, которые могут быть вне нас, какие-то ресурсы, никто этого не отрицает, пожалуйста, то, что приходит нам по нашей судьбе, то, что дано нам природой, богом, это все пожалуйста, но мы должны при этом понимать, что все эти внешние обстоятельства, они рано или поздно как-то изменятся, и в общем-то чаще всего не в лучшую сторону изменятся, я сегодня гулял немножко по улице, тут много медицинских центров в этом районе, где меня поселили в Бруклине, и я видел несколько таких уже пожилых людей, такие уже практически инвалиды, сидят там у какого-то центра в этих креслах, каталках, уже они не могут двигаться так, что-то уже еле-еле сидят, когда-то они были молодыми людьми, бегали активно, что-то делали, теперь все, то есть сила времени усадила их в эти инвалидные коляски, ограничила их возможности, они уже то не могут есть, все не могут есть, вот уже много чего они уже не могут, но если при этом человек еще и в духовном плане не зрел, тогда его жизнь просто в кошмар превращается, то есть совершенно очевидно, что время оно против нашего физического тела работает, аксиома, это даже доказывать не надо, но если внутри нас мы начинаем развивать вот эти духовные ресурсы, то есть мы начинаем крепнуть духом, что называется внутренне, как души начинаем развиваться, тогда скажем, вот эти все внешние неурядицы, они легче переживаются, потому что внутри есть мощный ресурс, это то же самое, что допустим как вот человек, который у него есть какие-то возможности, запасы, и какой-то голодный год наступил, все голодают, а у него там за кромах есть какие-то запасы, благодаря лодке есть какой-то ресурс, все, они за счет этого ресурса живут. Точно так же люди, которые сумели открыть вот эти свои внутренние возможности, теперь их ум, манас или майнд, тонкое тело, он не просто является каким-то таким носителем амбиций, что вот я хочу из внешней среды, то, сё, я хожу по магазинам, выискиваю себе разные вещи, а так же этот ум, он становится своего рода инструментом для открытия внутри себя много чего интересного, то есть как вот дорога на двустороннюю, может быть в одну сторону в другую, то есть обычно мы привыкли при помощи ума выходить во внешний мир, с внешним миром душа общается через ум и в основном во внешние какие-то сферы она ходит, но так же и можно как по другой полосе ехать, то есть можно использовать ум не только для того, чтобы выходить во внешний мир с ним общаться, а можно его использовать для того, чтобы во внутреннем мире своем найти что-то, просто сейчас такая культура в основном внешняя реклама, там то да сё покупайте, там давайте то, давайте сё, вот, и люди стали зависимы от этого счастья, от этого телевизора, они не могут без этого всего уже, вот, но раньше культура была другая, то есть люди были нисколько не менее счастливы, хотя жизнь была внешне проще, но люди были нисколько нисколько не менее счастливы, потому что они имели доступ именно к внутренним ресурсам, вот нам сейчас говорят, что примитивный человек там был какой-то, примитивные люди как были, так и есть всегда, пожалуйста, поезжайте на север, какие-нибудь эскимосы, или на юг, куда-нибудь в джунгли Амазонки, как были такие простые люди, так и есть они всегда, вот, но цивилизованные люди также были всегда, вот, и эти цивилизованные люди, они, как раз, их цивилизованность проявлялась не в технологической сфере, как у нас сейчас, а в духовной сфере, в духовной сфере это тоже технологии, но технологии не синтетические, вот, не технические, а технологии именно внутреннего успеха, это называется практикой йоги, то есть найти в себе вот этот вот внутренний духовный ресурс, ресурс счастья, то есть, чтобы мы не бегали, как этот мускусный олень по джунглям в поисках, откуда же этот запах идет, хотя он идет из самого этого оленя, точно так же мы ищем счастье во внешней среде, где, где, где это счастье, просто потому, что потенциал этого счастья находится внутри, мы просто не обучены этой технологии, как находить это счастье внутри, и вот, если человек обладает таким знанием, тогда его жизнь становится с одной стороны проще, то есть, он уже меньше участвует в какой-то такой гонке, знаете, за внешним успехом, а с другой стороны, несмотря на то, что становится проще, он становится глубже и качественнее, потому, что у него появляется доступ к принципиально иным ресурсам в сфере эмоций и в сфере идеи, вот, то есть, он как бы открывает внутри себя целый мир, целую вселенную, которая до этого была не востребована совершенно, это то же самое, что человек живет в каком-то доме и даже не знает, что под полом этого дома закопан клад, огромное сокровище, он может даже бедствовать человек, не подозревая о том, что весь в долгах, а под полом у него там огромное сокровище, он даже ничего не знает об этом, вот, точно так же духовная культура и духовная технология это то, что позволяет человеку открыть вот это внутреннее богатство, вот, и поэтому ум можно использовать не просто как вот такое связующее звено для души, как вот некий способ выйти во внешний мир, как говорится, выйти на люди, других посмотреть, себя показать, а его можно использовать для другой цели, для медитации, вот, поэтому, в общем-то, вот в этой древней ведической культуре там говорится, что ум, его качество, его состояние и определяет, собственно говоря, насколько живое существо удовлетворено или счастливо, если вот ум, повинуясь таким вот модным современным тенденциям, полностью ушел во внешний мир, он питается полностью внешней информацией, какие новости, а новости тревожные, там теракт, здесь теракт, там кризис, здесь кризис, там и прочие какие-то вещи, и человек начинает внутренне беспокоиться, бояться, да, что будет, что будет, вот, то есть жизнь такая очень тревожная становится, он боится за свое хрупкое тело и так далее, вот, но, когда благодаря духовному знанию он понимает, что он является на самом деле не физическим телом и даже не этой тонкой оболочкой, не умом, а вечным живым существом, душой, вот, и он начинает благодаря определенной практике и знанию осознавать свою вечность, он становится внутренне таким, знаете, очень неуязвимым, крепким, сильным и самое главное счастливым, потому что он понимает, что на самом деле, когда он видит негативную ситуацию, это, ну, столь же страшно, как дурной сон, то есть не более страшно, чем дурной сон, дурной сон сменится, он когда-то не закончится, вот, и, скажем так, мы можем легко проснуться тогда, когда нам есть к чему просыпаться, когда у нас есть вот какая-то другая высшая реальность, и вот, духовное знание говорит нам, что мы уснули сейчас по отношению к этой высшей духовной реальности, и видим такой коллективный виртуальный сон вот этого материального существования, где мы, кино, что называется, вот, но, если нам это кино не нравится, то, в принципе, есть другое, потому что кино это, так сказать, некие такие, скажем, выдумки по поводу реальности, из реальности что-то берут, его там что-то как-то изменяет по-своему и так далее, вот, поэтому веды говорят, что и другая реальность, и ум, он может стать связующим звеном не с материальным миром, с внешним этим проблемным, а он может стать связующим звеном с высшей духовной реальностью, если мы, скажем так, овладеваем вот этим вот искусством связи, искусство связи, это называется йога, йога, потому что обличает связь или вот единение некое, вот, поэтому другой подход, другая культура, другое использование нашего ума, наших ресурсов, и вследствие этого мы уже на связи с другой реальностью, мы уже на связи сами с собой, мы уже на связи, так сказать, со стабильной реальностью, вне вот этого всего, так сказать, такого не очень приятного виртуального сна, вот, поэтому все зависит от того, какое знание у нас есть, какая технология у нас есть, и это может в полной мере поменять качество нашей жизни, и наши перспективы, наши цели, все, и это доступно каждому человеку, то есть, если, допустим, материальное счастье, знаете, кому-то может быть сложно выбраться из бедноты, перебраться, так сказать, в класс элиты, там, у людей какие-то, могут быть, такие кармические ограничения по судьбе, вот, в материальном плане, то в духовном плане эти вещи, они никак не связаны с нашим социальным статусом, с нашими финансами, то есть, это, как говорится, бесплатно и всем доступно, потому что это есть у каждого, это есть у каждого, внешнее счастье, оно во многом зависит от нашей прошлой деятельности, от кармы, то, что там заработал, вот, и эти вещи достаточно сложно поменять, но вот вопросы внутреннего доступа к счастью, эти вещи, они никак не связаны с внешней кармой, то есть, это для каждого человека доступно, если у него есть к тому интерес. Вот, наверное, я свой такой пассаж спонтанный на этом закончу, какие-то, может быть, там есть вопросы или комментарии. Вы знаете, дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям, у нас какое-то эхо, наверное, это у вас, да, с вашей стороны. Я хочу предложить всем тем, кто хотят вырваться с этого мира виртуальной реальности и каким-то образом попытаться перейти в мир, действительно, настоящий мир, всего лишь послушать наши программы, послушать лекции Василия Тушкина в Раджендер Кумар, который сейчас есть, в общем-то, великолепный шанс для этого, поскольку Раджендер Кумар сейчас находится у нас, на нашем континенте, и в Нью-Йорке будут проходить программы и будут проходить программы в Лос-Анджелесе, по-моему, да, я правильно говорю, или вы еще куда-то едете, кроме Лос-Анджелеса? Да, да, я еще после Лос-Анджелеса буду еще три дня в Сан-Франциско, но там, наверное, будет попроще режим. У нас, кстати, идут программы из Сан-Франциско, у нас есть корреспондент, который и в Индии бывает, и знакома с ведами, так что я, так сказать, направлю, не знаю, кто там будет заниматься, но мы как-то свяжемся с вами, вы мне дадите там организатора, я попробую как-то связаться и направить туда людей, но это для цели, для того, чтобы хотя бы, ну, еще раз, вот вырваться с того мира виртуальной реальности, о которой сейчас вы говорили, ну и в Чикаго я знаю точно о том, что у нас уже, у нас в Чикаго запланированы несколько программ, несколько мероприятий, в субботу, воскресенье, это 9-10 апреля пройдут эти семинары двухдневные, правильно, да? Апрель, апрель. В апреле, да, 9-10 апреля, да, совершенно верно, вот, ну и, пожалуйста, мы вас приглашаем, ну и с нами можно, и с, врачи, Энвер Кумар, можно поговорить, или во всем случае задать вопросы, через наши телефоны, через наши координаты, это телефон 8472269956, это веб-сайт тройное W, sungatesradio.com, точка ком, sungates, солнечный оборот, на конце буквы S, ну, а также на фейсбуке можно найти то же самое sungatesradio, там программа это записывается, она будет выставлена в интернет и на ютюбе, ну, а кто желает, может по скайпу соединиться, это sungates108, sungates, солнечный оборот, на конце буквы S, 108, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы, и с удовольствием мы на них будем отвечать, на этом давайте мы тогда заканчиваем нашу программу, буквально действительно у вас расписан ваш визит, расписан не по дням, а по часам, ну, и хорошо, благодарение, так сказать, о том, что нам повезло, и мы с вами пообщались в течение вот этого часа, ну, и вам хорошего пребывания на нашем континенте, и всех благ, всего доброго. Спасибо большое, спасибо, до встречи в Чикаго. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok